Чем ты увлекался? Я в детстве всегда любил конструкторы, я в детстве всегда любил чем-то манипулировать, что-то сделать, что-то собирать новое. Вот ты побывал в MIT, в Гарварде. Что именно тебя впечатлило? Когда я увидел эти огромные лаборатории, в которых есть просто все, что ты можешь представить, это на меня очень сильно повлияло, и я загорелся идеей. Как у тебя обстояли дела с английским языком? На самом деле, с самого начала, я не видел какой-то цели, зачем он мне действительно нужен. Как ты, находясь в Казахстане, в небольшом городе, смог выучить английский язык так, что ты сейчас можешь поступать в местный университет? Я бы сказал, что общение с native speaker, оно мне дало вот такой прям сильный толчок. Тратил ли ты деньги на свое образование в программировании? Я имею в виду, что брал ли ты какие-то платные курсы? Spotfinder... Spotfinder — это то, что написано у тебя сейчас на футболке. Да. И это компания твоя. Это моя компания, да. Ты сейчас... Я знаю, что поступаешь в местные университеты, и я знаю, что ты поступаешь в топовые вузы. Ты сейчас тоже развиваешь свою компанию, находишься в активной, ну, то есть в самой начальной стадии, которая отнимает много времени, помимо этого еще такой ответственный момент, как поступление. как ты справляешься, как ты организуешь свое время. Всем привет! Добро пожаловать на канал ProBlog.TV. Меня зовут Вика. Рядом со мной Кирилл. Сегодня у меня уникальная возможность. Кирилл, обычно я не спрашиваю такие вопросы у тех, кого я интервьюирую. Вообще считается это дурным тоном, если, например, рекрутер спрашивает у тебя такое на собеседовании. Ну, у нас сегодня не собеседование. Сколько тебе лет? Сейчас мне уже 16. 16 лет. Ты сейчас находишься, мы находимся сейчас в Кремниевой долине, в Пала-Альта, в Стэнфорде. И я, ну, на самом деле очень рада тому, что у меня есть такая возможность с тобой познакомиться. Расскажи вообще, откуда ты родом? Расскажи о своем родном городе. Я родом из маленького города в Казахстане. Называется Талдыкурган. Приблизительно 120-150 тысяч населения. Город очень маленький. Есть один университет. Город ничем не примечательный. В основном он завязан на армейских частях, которые стоят рядом. И живет в основном торговлей. Потому что исторически он расположен в районе Шелкового пути. И вот это примерно и все. А сколько часов ехать до ближайшего крупного города? Ближайший крупный город – это Алмата. По нынешним условиям туда ехать, наверное, часа 4. На машине. Но это вот единственная точка, в которой есть аэропорт, откуда, в принципе, можно улететь куда-то в другую страну или хоть как-то куда-то добраться. Можно только оттуда. Есть еще вариант с поездом, но на поезде из Талдыкургана тоже нужно ехать, по-моему, 30 километров. И только с той станции можно уехать в самое ближайшее в Россию. То есть это маленький достаточно город в Казахстане. Расскажи, чем занимаются у вас молодежь, ребята твоего возраста? Какие есть ли у них развлечения? В городе можно отметить, что существует два кинотеатра и пару компьютерных клубов. Но в компьютерные клубы ходят в основном, чтобы не использовать интернет, а чтобы поиграть в игры. И после школы в основном все просиживают в компьютерах, играя в игры или в парках, занимаясь не совсем легальными вещами. Ну, то есть это, в принципе, такой небольшой город, стандартный для стран СНГ, да? Да. Ты не просто так на этом канале, мой канал, он об IT, о программировании. И ты увлекаешься программированием. Расскажи, вообще, как это началось, твое увлечение программированием? Может быть, не совсем с программированием, а вообще вот в детстве чем ты увлекался? В детстве я бы сказал, что для меня основное увлечение было это что-то делать руками. То есть я в детстве всегда любил конструкторы, я в детстве всегда любил чем-то манипулировать, что-то сделать, что-то собирать новое, радиотехника. Я любил заниматься кубиком-рубиком. То есть я там, мы с моими знакомыми организовывали соревнования по кубикам-рубикам в моей бывшей школе, участвовали там. Но к программированию я пришел только после визита в США. После... Первый раз я приехал в Бостон, я загорелся всей идеей обучения и поступления сюда, потому что я увидел MIT и Гарвард. Это для меня было абсолютным открытием, потому что для меня, когда я жил в Казахстане, это было чем-то недосягаемым. Вот по счастливому источению обстоятельств я попал, я увидел, как вообще выглядит это вживую. Я этим загорелся, мне захотелось как-то развиваться. Затем я приехал второй раз в Сан-Франциско, в Кремниевую долину, и с этого и началось мое вовлечение программированием. Я бы сказал, потому что я встретил очень много людей, которые занимаются программированием как фулл-тайм работа, и они этим очень довольны. То есть это вот именно как раз-таки та работа, чем я занимался в детстве. То есть ты не делаешь что-то своими руками, но ты делаешь какой-то продукт, который ты сам можешь строить, который ты сам можешь преподносить кому-то. И после своего второго визита в США я по прилету домой начал изучать, с помощью Khan Academy и Coursera я начал изучать HTML и CSS, потом подключилась к JavaScript, и так я и пришел к программированию. Давай все-таки вернемся немножко назад. Расскажи, ты в Бостон прилетел как турист, да? В Бостон я прилетел с дедушкой и с бабушкой, потому что в тот момент тетя с дядей поженились, и мы приехали просто как туристы, да. Вот ты побывал в MIT, в Гарварде. Что именно тебя впечатлило? Почему ты так влюбился в Америку, что поехал еще один раз, и сейчас ты здесь находишься, и забегая вперед, здесь ты хочешь как-то обосноваться, начать свой бизнес. Что именно тебе понравилось там? Мне именно понравилась сама концепция всего обучения, и сама атмосфера во время обучения. То есть здесь колледжи, как я увидел, MIT и Гарвард, они довольно открытые. То есть тут есть open-air уроки, тут есть какой-то выбор, что ты хочешь делать, что ты не хочешь делать, что ты можешь делать. Здесь очень много возможностей для ресерч-работы, здесь очень много командной работы. И для меня вот все вот эти факторы в своей совокупности, они представили такую картину, как образование в Америке, и оно абсолютно отличается от того, что я себе представлял вообще в принципе. То есть я видел университеты в России, по-моему, они намного сильно отличались, и отличались не в лучшую сторону. Когда я увидел, как здесь происходит процесс, когда я увидел эти огромные лаборатории, в которых есть просто все, что ты можешь представить, это на меня очень сильно повлияло, и я загорелся идеей. Обычно, вот ты сказал, ты приехал впервые в Бостон, побывал там в университетах, просто вдохновился в принципе жизни, атмосферой, город действительно интересный, много студентов, много образования. Но обычно для того, чтобы вот этим всем вдохновляться, есть одно препятствие, это английский язык. Как вот у тебя обстояли дела с английским языком? На самом деле с английским языком у меня довольно интересная длинная история. Начал я им заниматься, когда мне было 6 лет. Это было не совсем нормально для нашего города, это было что-то особенное, но в тот момент появилась возможность, меня родители записали на курсы, я начал ходить. На самом деле с самого начала я не видел какой-то цели, зачем он мне действительно нужен. То есть я туда ходил и думал, что блин, мне еще нужно вот идти в дополнительную школу. А потом мы с семьей запланировали поездку в Эмираты, в Объединенные Арабские Эмираты, и там разговаривают на английском языке все. И когда я прилетел туда, я понял то, что вот оно, вот английский язык, который я уже учу 2 года, который я могу использовать. И мне показалось это очень крутым, то, что я могу наравне со своими родителями строить коммуникации с людьми, которые разговаривают на другом языке. И мне очень понравилось, потому что это другая страна, другие взгляды, но какие-то новые познания от них. И английский язык подарил мне эту возможность. По приезду домой я начал развиваться, начал учить английский язык дальше. и с помощью английского языка я уже дома открыл для себя очень много ресурсов, потому что очень много полезных веб-сайтов, очень много обучающих видео и программ, они в оригинале идут на английском языке. И во время перевода теряется очень много либо полезной информации, либо оно становится не таким интересным. И с помощью английского языка я смог действительно открыть для себя мир вот этих познаний, полностью смог открыть, ну, большую часть интернета смог для себя открыть, и большую часть доступных ресурсов, то, что мне были доступны в Казахстане дома. И я никогда не видел для себя какого-то предела, то, что вот я вот здесь остановился учить, дальше не могу продвинуться. В моем изучении языка были моменты, когда было тяжело, были моменты, когда хотелось бросить. Но каждый раз, когда я приходил домой, мог там включить новое видео на канале YouTube Discovery Science за три месяца раньше, чем оно выйдет по телевизору, и посмотреть его в оригинале, и понять, о чем там говорят. Это было для меня таким стимулом, чтобы только развиваться и учить его дальше. А как именно ты учила английский язык? Это очень острый вопрос, потому что мои подписчики, опять же, часто это для них преграда для того, чтобы получить работу здесь. Вот расскажи о своих способах, как ты, находясь в Казахстане, в небольшом городе, смог выучить английский язык так, что ты сейчас можешь поступать в местные университеты? На самом деле, я записался, когда родители меня записали в 6 лет на курсы, на отдельные, потому что я был в другой школе. Я ходил на эти курсы 2 года, потом, после 2 лет, я перевелся в другую школу, которая занимала у меня время с 8 утра до 5 вечера. У меня не было возможности ходить на курсы английского, но у меня в школе были английские курсы, и эта школа привозила native speakers. И вот я бы сказала, что общение с native speakers, оно мне дало вот такой прям сильный толчок. Но понятно то, что возможность поговорить с кем-то, кто в идеале знает английский язык, предоставляется не у всех, то я бы сказал, что еще очень большую роль играет просмотр передач, просмотр фильмов, просмотр каких-то там уроков, допустим, программирования, если идут сферы программирования, именно учить вот эти термины, чтобы они всегда были на слуху. Когда смотришь фильмы, сериалы, слушаешь музыку, но эти фразы, они как-то откладываются в голове, и это не так важно, как там, допустим, записывать себе на листочке и сидеть по вечерам, забрить. Это должно быть... Нужно развить в себе интерес к этому, и после этого интереса у тебя эти фразы возникают в голове, и ты можешь ими общаться, их использовать. Ну, и я бы сказал то, что большую роль играют ресурсы, которые находятся здесь, то есть в английской части интернета. То есть это Khan Academy, это Coursera, это какие-то онлайн-библиотеки, это, допустим, книги, которые выпускаются здесь для англоговорящих. Они очень сильно помогают. Ты сейчас там поступаешь в университет и изучала материалы на английском языке, соответственно, тебе нужен хороший уровень английского языка. Как ты изучал, помимо того, что там пользовался какими-то онлайн-ресурсами или там оффлайн-курсами, что еще тебе помогало? Еще в изучении английского языка мне очень помогло... Мне очень помогло время, проведенное в OMCA. OMCA – это нон-профит организация, которая является по факту летним лагерем. Но летние лагеря в Америке, они могут стоить огромных денег и иногда это неподъемные суммы для людей из СНГ. Но особенность в OMCA в том, что туда ты подаешь как волонтер. То есть там ты находишься 5 недель, идет эта программа повышения лидерских навыков. Там ты находишься как волонтер, ты не должен им ничего, они не должны тебе ничего. И все эти 5 недель проходят таким образом, что ты в компании со старшими надзирателями и с младшими детьми, за которыми смотришь ты, путешествуете по... Вот как это происходило с OMCA в Сан-Франциско, путешествовали по всей Бэй-эрии, ездили в Истбэй, ездили вплоть до Пало-Альта, всякие детские игровые площадки, музеи. И это дало возможность пообщаться как со взрослыми людьми, которые имели больше возможностей, чем мы, и возможность пообщаться с детьми, которые не всегда говорят на четком английском языке, не всегда английский их первый язык. И это дало очень сильный толчок в плане того, что я начал более четко различать акценты, я выучил английский сленг, который используют здесь. Я, может быть, даже я бы сказал, что я больше начал понимать смысл некоторых слов и как их правильно использовать в речи. Здорово. Но это были ребята, которые именно приехали откуда-то, или это и местные были ребята? Там было все вперемешку, потому что подавать можно с любой точки мира, и для этого нужна виза B1-B2, ну или если они живут здесь. Но в моей команде было два человека, кто живет здесь, и три человека нас приезжих. И мы вполне себе дружно сжились, мы там общались, всегда сидели вместе, разговаривали на какие-то общие темы. И это довольно сильно помогло в плане изучения языка. Здорово. Но ты за участие в этой программе ничего не платил, ты только как-то должен был здесь организовать свое проживание, правильно? Да, да. То есть там ты не платишь ничего за участие в этой программе, но затраты на проживание и на еду. Это вот основные такие затраты. Все остальное они обеспечивают. То есть там передвижение на автобусе вместе с детьми, нахождение в этом кемпе, там доступ к их бассейну, часы, когда дети занимаются бассейном. Это все бесплатно. Ну вот я знаю, что у тебя здесь живут тети с дядей, но есть ребята, наверное, у которых нет здесь знакомых, не знаю, родственников. Может ли вот ребенок, там твоего возраста, подросток, приехать без родителей? То есть несут ли они какую-то ответственность за детей? Только в тот момент, когда ты подаешь документы на эту программу. Тогда родители должны, ну или официальные опекуны, они должны подписывать документ, который гласит о том, что ОМС несет частичную ответственность за нас, ну вот именно частичную. То есть пока мы находимся вот в этом кемпе во время проведения каких-то мероприятий для него, тогда да, тогда они за нас несут ответственность. Но в другое время, то есть там ночью, когда мы должны, ну то есть мы работали там с 8 до 5, вот после 5 вечера они за нас ответственность никакую не несут. Там уже свободное время, они там уже нас никак не касаются. Здорово, что ты поделилась с такой историей. Я думаю, что для многих это будет полезно. Это может улучшить английский язык и лидерские качества. Да. Расскажи, вот насколько тратил ли ты деньги на свое образование в программировании? Я имею в виду, что вот брал ли ты какие-то платные курсы или это были в основном бесплатные? Могу сказать, что на свое образование в программировании я не потратил ни копейки, кроме как интернет и электричество. Ну и может быть немного нервов. На самом деле вполне реально на данный момент получить основу в программировании вообще без затрат каких-то финансовых. Потом, если нужен какой-то прогресс в более сложных языках или просто хочется как бы расширить спектр своих возможностей, тогда да, тогда может быть стоит брать какие-то платные курсы, может быть стоит найти человека, который уже знает и платить ему для того, чтобы персонально с ним заниматься. Но вполне реально выучить его до такого уровня, чтобы там пользоваться HTML, HTML, CSS сейчас это довольно легко. Ну вот, значит, ты узнал про эти ресурсы, когда ты был в Америке или там после этого вдохновился, но как там огромное количество курсов, как ты выбирал для себя, что изучать? Вот языки программирования. Ты назвал HTML, CSS. Почему именно эти языки? Я бы сказал, потому что они для меня были, ну, они в принципе легче, чтобы начать с них. Они считаются такими базовыми, с которых можно начать и потом уже прогрессировать дальше. И когда ты учишь их, они дают тебе базу, которая используется во всех следующих языках. Но и они дают достаточно возможности, чтобы уже делать что-то свое, чтобы делать сайты, там, как-то оперировать с бэкэндом. И этого уже достаточно для того, чтобы дальше понять, в какую сферу вы хотите пойти, потому что очень много различных языков, и в каждой сфере используется свой специфический, но когда вот есть какой-то старт, уже намного проще определиться, в какое направление интереснее пойти. Хорошо. Ты изучил в какой-то степени эти языки программирования. Что было дальше? Как развивалась твоя история с Америкой? Вот ты сейчас находишься здесь, значит, она не остановилась на этих двух поездках. Что было дальше? После того, как я изучил эти языки, я их изучал на примере сайтов. То есть я пытался делать там свои сайты для примера, в которые имплементировал новые элементы, которые я недавно выучил. И вот после моего второго приезда в Америку, в Сан-Франциско, когда я вернулся домой, во мне загорелась идея совместить два моих основных по жизни, которые на тот момент у меня были такие вещи, которыми я очень любил заниматься. Это программирование, это активные виды спорта. Я подумал то, что в принципе как-то их можно совместить. И тогда я родилась идея SpotFinder. SpotFinder это... SpotFinder это то, что написано у тебя сейчас на футболке. Да. И это компания. Это моя компания, да. Расскажи о своих планах на будущее. Помимо того, что у тебя есть компания и, понятное дело, твои планы связаны с ней. Есть ли в твоих планах получение высшего образования? Как ты считаешь, как ты вообще на это смотришь? Оно нужно или нет? Конечно, я считаю, что оно нужно. Потому что все ресурсы, которые можно получить онлайн и самостоятельно, это, конечно, хорошо. Но высшее образование, особенно как в моих планах, если получать его в Америке, то оно дает огромные возможности в плане новых знаний, те, которые невозможно получить самому по онлайн-курсам. То есть это работа в команде, она абсолютно всегда нужна. Это доступ к различным лабораториям, различным всяким физическим ресурсам, которые просто сам по себе ты не можешь получить. Но большинство колледжей здесь их предоставляют. И я считаю то, что высшее образование, безусловно, необходимость, и без него продвижение может быть, но не такое эффективное, как с ним. Ты сейчас, я знаю, что поступаешь в местные университеты, и я знаю, что ты поступаешь в топовые вузы. Расскажи вообще, как проходил процесс подготовки к экзаменам, и какие экзамены нужно сдавать в топовые вузы? Топовые вузы, это я имею в виду Стэнфорд, это MIT, это Гарвард. Какие еще вузы хорошие технические? Корнелл. Корнелл очень хороший. Колтех тоже считается очень хорошим. Да. Я думаю, что какая-то есть общая система, да, поступления. Да. Расскажи. Ну, как иностранному студенту в первую очередь нужно задавать TOEFL. TOEFL, просто языковая часть, там проверяют, насколько ты способен вообще, в принципе, понимать, разговаривать на этом языке. Это нужно иностранным студентам. Потом идут экзамены, как и для всех студентов, которые отсюда. То есть это SAT. В SAT ты сдаешь английский и математику. Но SAT считается как таким самым базовым. Я его сам буду сдавать. Еще можно брать SAT дополнительный. То есть это по определенным предметам, тоже в рамках теста SAT, но ты его сдаешь в другой день. Ты сам можешь выбрать, какие предметы. То есть так как аудитория в большинстве в IT-сфере, то, скорее всего, предпочтительны математика и, наверное, физика, может быть, химия, может быть, биология. Они требуются в некоторых университетах, в некоторых они просто советуются. Но если к ним подготовиться и их сдать, лишним это точно не будет. Еще, ну, это как сама часть поступления уже в университеты, нужно заполнять свои заявки в университете. И существует много разных систем, но самый распространенный называется Common App. Common Application, и в нем ты заполняешь всю личную информацию, результаты тестов ты предоставляешь там. И вот уже исходя из этой формы, большинство университетов рассматривают твою кандидатуру. Но еще есть различные системы. Вот, то есть как в Квалифорнии существует UC App, то есть это для университета в Калифорнии. Их целая куча, там, UC Davis, UC Berkeley, UCLA. Также есть там различные для UT, University of Texas, рассматривают отдельно. Нужна анкета для MIT, но вся эта информация есть на сайтах самих университетов, что они принимают. И на самом деле это заполнять, там нету ничего такого сложного. Вот, еще есть очень важный момент, когда подаешь в американский колледж так называемый CSS Profile. То есть это та вещь, с помощью которой смогут рассматривать твою кандидатуру на финансовую помощь. И обязательно, чтобы CSS Profile принимал иностранных студентов. Потому что есть очень много всяких решений для резидентов Америки, но для иностранных студентов довольно ограниченный список университетов рассматривают тебя на кандидатуру человека, который получит финансовую помощь. И очень важно брать это во внимание. То есть это такое финансирование разного рода, да? Да. Которое тебе позволяет иногда учиться там бесплатно или с какой-то частью оплачиваем, правильно? Да, да. Ты уже же сдал экзамены, правильно? Некоторые, да. Некоторые еще предстоят. Ну, ты доволен своими результатами? Я, да. Доволен, да? Не сомневалась. Хорошо. Тогда вот ты поступишь в университет. И ты будешь... И вообще само поступление в университет, оно отнимает огромное количество времени. Я знаю, люди, даже поступая там на MBA, они увольнялись с работы и подготовились к экзаменам. Ты сейчас тоже развиваешь свою компанию, находишься в активной, ну, то есть в самой начальной стадии, которая отнимает много времени. Помимо этого, это еще такой ответственный момент, как поступление. Как ты справляешься? Как ты организуешь свое время? На самом деле организация времени – это очень важный момент во всем этом процессе. Но это вполне реально. Вполне реально, потому что, если правильно научиться распределять свое время, вполне достаточно времени для всего. И, скорее всего, во время поступления в университет самое сложное время – это вот именно то, когда начинаешь... Когда решаешь, что ты будешь поступать, и когда начинается вся вот эта подготовка. Да, сейчас довольно сложное время, чтобы бы совмещать SpotFinder, и университеты. Но в будущем, я уверен, что будет намного проще, потому что будет поддержка как со стороны университета, как со стороны, скорее всего, в университетах будут единомышленники, которые, может быть, захотят присоединиться. Ну, и довольно много нового опыта можно получить из университета, чтобы использовать его во время развития, как в моем случае, нон-профит SpotFinder. Вот ты поступаешь в университеты и смотришь в сторону самых лучших университетов. Но проблема в том, что выбрать из этих университетов, вот, предположим, ты получаешь ото всех отклик, и все готовы финансировать тебя. Как потом выбрать? Они все очень классные. Мы сейчас в Стэнфорде, здесь так круто, такая атмосфера, пальмы, лучшие студенты, лучшие профессора, MIT, опять же, Гарвард и много других университетов. Как выбрать? Вот что для тебя важно? На самом деле, очень важную роль во время выбора университета играет то, на что ты хочешь учиться. То есть, университеты здесь, они в своей основе они фокусируются на чем-то. То есть, есть колледжи, которые лучше в бизнесе, есть колледжи, которые лучше в инженерных каких-то специальностях. И очень важно определиться для себя, какой ты хочешь взять мейджор, какой ты хочешь взять майнер, и искать именно для себя определенную программу в каком-либо колледже. Также большую роль играет, но это довольно сложно для исполнения, но играет большую роль колледж-туры. То есть, когда ты регистрируешься на колледж-тур, тебе дают возможность прийти, поговорить со студентами, тебя проводят по всей территории колледжа, показывают самые главные моменты. И это дает очень крутую информацию и очень полную картину представления о том, как проходит студенческая жизнь в колледже. То есть, если ты видишь студентов этого колледжа, когда ты можешь с ними пообщаться, когда ты чувствуешь вот эту атмосферу, все вокруг, это очень много говорит. Хоть ты не можешь посидеть на уроках, но все равно это дает понимание о том, хочешь ли ты тут быть или нет. Так как это возможно не для всех, то я бы сказал, что еще онлайн-колледж-туры существуют. Они дают не такую полную картину, но уже из них можно понять, можно представить, как вообще все происходит в принципе в колледже. Изначально не было то, что вот я организую SpotFinder, и так и пойдет. Это все развивалось просто из головы. С какими сложностями ты столкнулся, когда решил сделать свою компанию? Здесь в 16 лет вполне реально открыть свою компанию, вполне реально открыть свой нон-профит, получать на нее спонсорство и развиваться дальше. Я знаю, что твоя компания, она является нон-профит организацией, то есть по-русски это называется как некоммерческая организация. Некоммерческая, да. Почему так? Когда ты организовываешь нон-профит организацию, ты считаешься по факту не ее рабочим, а волонтером. Не каждый взрослый человек, уже с опытом, понимает, как искать спонсоров для своих проектов. Как ты справился с этой задачей? Вот, допустим, в моем случае Google предоставляет ежемесячно 10 тысяч на рекламу, и это довольно много. Чем ты увлекаешься помимо программирования? Кто твои друзья? Они такие же ребята, как ты? Чем вы занимаетесь в свободное время помимо программирования? Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...